Добрый день, Евгений Иванович, будьте добры. Да, пожалуйста. Добрый день, Евгений Иванович. Мы находимся в акционерном обществе, как оно называется? Петрон, да, в 62-й раз. Как оно называется? Леонид Ильич работает, он президентом является, да? Сначала президентом, да? Да, президентом. Тогда мы зайдем к президенту и потом тогда. Давайте посмотрим. Мне просто очень интересно, что у вас нового появилось за это время? Вообще давно к нему не приходили? Что случилось? Ну, как? Уже как будто все работает. У нас дело много. Евгений Иванович, наверное, здесь. Добрый день. Здравствуйте, Евгений Иванович. Добрый день. Заходите. Давно мы здесь не были у вас в вашей ферме. И вот решили зайти посмотреть, что у вас снова. Дело в том, что я являюсь свидетелем рождения вашего, вашей ферме. Это было в каком году? В 92-м году, да? В 92-м году, да? Ну, как там, ассистент. Да. Большой человек, Александр. Да. И вот если у нас время есть, я думаю, что не больше 15 минут, наверное, зайдет. Мы можем просто зайти и вы нам покажете и расскажете, что вы вообще хорошим. Да? Это можно сделать. Конечно. Я думаю, вот Евгений Иванович, дело это лучше всех. Ну, мы вместе. Мы можем вместе это сделать. Посмотреть, да. Александр Иванович, а вообще-то я над сектами началом, ноябрь 92-го года, семинар Думи техники, мы вместе с вами же работали тогда в те годы Думи техники. Да, да, да. И вот, как следствие, вот это был семинар, и начало нашей активности. Оказалось это, да? Да. Мы причастны тоже. Ну, может быть, как хорошо. Ну, что, тогда посмотрим? Да, пойдем посмотрим. Да, да. Мы немножко пройдем, буквально по 2-3 минуты, кто всем помещением, а потом давайте смотреть. Ну, если вопрос о подготовке каждого, тогда с учебного центра. Да, да, да. Так, вот, прошу вас в эту комнату. Значит, Михаил Иванович Паковичев, подаватель лечебного центра. Да. Короче, Александр Иванович, наверное, знакомый. Да, знакомый тоже. Значит, Александр Иванович, здесь Михаил Иванович выдал диплом уже за номером, кажется, номер 300, да? Ну, 294. Скажи. А что это? А, диплом. То есть, в нашем центре уже подготовлено около 300 человек по концертам базовое обучение. Следующий год будет изменений, потому что мы хотим сделать этот центр как учебно-методический, а базовое обучение перевести в университет, которые работают с нами. Таких вузов много, достаточно. Да. Некоторые имеют по пять, по десять систем соматрона. Ну, а мы должны обобщать этот опыт, помогать учебным центрам уже в регионах и так далее. Ну, три обучения. Ну, три обучения. Четыре сто восемьдесят четыре. Конфютеры. Пенсиумы. Плоттер, если необходимо. Вообще, хорошая атмосфера. Мне кажется, ученики работают с удовольствием. Все здоровы. Все здоровы, да? Да. Но, в общем-то, это уже становится реже и реже. А уезжают уже, я так понимаю, должны нормально работать. У них диплом есть, они должны. Наша методика так. И одну неделю с нами они проводят, и потом три-четыре недели, две-три даже недели так, хорошие консультации, люди начинают работать и делают либо управляющую программу, либо чертежить то, что нужно. Ну, это и везде. Ну, в общем, центр достаточно популярный. У нас, так сказать, где-то недели на три на четыре всегда вперед уже план обучения сформировал. Угу. Ясно. Спасибо, Михаил Иванович. Спасибо, да. Пойдем посмотрим вечерку. Так. Значит. Давайте. Пойдем сюда. Хорошо. У нас трансовая атмосфера. Я вам хочу представить. Михаил Борисович Уголовников. Инженер Санкт-Петербургского представитель Санкт-Петербурга. А, Кирилл Юрьевич Волченко. Стоит фирмы «Симатрон». Вырос он на «Пи-Петроне». Ясно. Большие события. Он впервые на нашей территории будет выступать как представитель фирмы «Симатрон». А, да. Идет подготовка семинаров. Семинар пользователей. Наше годовое событие. Вот. Ну а так в этой комнате ее назначение значит проводить небольшие семинары для одного предприятия. там 10-15 человек специализированные семинары. Понятно. Это как просто второе помещение. Потому что подготовки тоже здесь проходят. Да она как-то делится подготовка у вас. Я знаю, что у вас там появилось новое направление. Потому что было направление каткам. Машиностроение сейчас появилось новое направление. Ну это третий этаж. А, да. Это один. А это все машиностроение. Нет. Ну у нас структура такая. Значит, общие отделы. Отдел маркетинга, отдел рекламы, отдел документации, технический отдел. Они поддерживают все направления. Ясно. Все направления. Ну а уже и группа специализируется. Понятно. Понятно. То есть, вот если нужен большой семинар, как вот сейчас мы проводим, мы просим наших коллег, кто им еще отдать нам зал или, значит, один из университетов. В процессе работы. На семинаре потом посмотрим. Так это происходит. Даже приглашайте своих коллег сюда. Обязательно. Это зал. Обязательно. Настя, спасибо. 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 Это отсюда начинается. Да. Культ управления нашей организацией. В принципе. Слава. Да. Наши хозяйки и ее помощники. Вера и Яна. Девушки все являются высокопрофессиональными специалистами. Да. И сами работают на компьютерах, я так понимаю. Освещать связь, по-видимому. У нас наша страна большая. И очень много, конечно. связи и с другими государствами, и с нагрузкой большая на центр. То есть, видите, очень большая переписка. Да. Ну и 50 заводов-пользователей, и более 50, они, конечно, с нами всегда в контакте, поэтому… Ну, я чувствую, что… Это справляемся уже достаточно большой. Это справляемся с тем, что это было в самом начале. Ну, а когда самый начал? Ну, второй был. Да. Тогда нас было всего несколько человек. Сейчас, конечно. Значит… Значит, я вам хотел сказать… Да, да, да. Вот здесь… Владимир Владимирович Митёкин. Заместитель по маркетингу «Каткам» машиностроения. И наш первый гость – Настема Владимирович. А, вот туда. Миротия Писашкента. Это… Очень приятно. И мы с вами тоже не знакомы, она тоже с вами справит, Александр Игоревич. Мы с Трубановичем давно занимаемся этими делами. Мы с ним старые друзья, как говорится. Начинали с Думы пропаганды. И, вообще-то, проводили по станкам щепу когда-то, это семинар организован. Он был представителем секции станков щепу в Ленинградском доме пропаганды. Но это было раньше. Сейчас форма меняется все, конечно. И правильно так оно и должно быть. Да. Ну вот, Владимир Владимирович, здесь готовится предложение для предприятий. Значит, ведутся переговоры, то есть, так сказать, подготовка контракта, убеждения наших. Понятно. Главное, кстати, поддерживать связь с регионами. Особенно с новыми нашими центрами в Сибири, Перь, Кузбасс, Ташкент, Средняя Азия. Ясно. Европейская часть с нами освоена так, я так считаю. Мы продвигаемся дальше на восток. Ну, как традиционно. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Дальше. Мы сейчас пойдем. Вот это старейшее, когда возникнет, так понимаем. Дмитрий Владимирович, Перьков, Саша. Он дал свой день. Самое главное. Старейшее. Это как бухгалтерия, да? Ага. Понятно. Бухгалтерия – это самое главное. Это сердце, можно сказать. Если там был этот центр управления, то это сердце. То это сердце, да. То это сердце. Или кошелек, да. Ну, сердце с кошельком вместе. Или кошелек, да. Значит, сейчас мы с вами прошли отделы главного офиса. Как вы знаете, у нас главный офис и сеть региональных центров представителей. Вот географически вот с этим центром вместе. На самом деле это отдельный элемент нашего сотрудника. Алексей Борисович, директор Ленинградского, ну, Александр Петербургского регионального центра. Мы знакомы. Да. Александр Ильич Троенков. На его ответственности все пользователи в нашем регионе, значит, он должен постоянно обеспечивать гарантийное обслуживание, давать им новые решения, новые технологии. Вместе с ними развиваться. Понятно. Так что здесь, я думаю, десятки предприятий здесь у нас уже были. Да, я знаю, у вас здесь образцы есть, да. Можно посмотреть даже. Да. Это то, что вы делаете на конкретных предприятиях, это образцы той продукции, да. Которые получаются и медом поединения, и под этим обработки на стандарте. Здесь интересная подборка фотографий. Вот здесь у нас наш московский директор Леонид Ильич Симкис и Леонид Ильич, которого мы были президентом вместе. Других Виктора Константиновича, да, мы знакомы. Там не пластит, ничего видно, хорошо? Потому что она будет там в свет. Значит, это фотография с одной из наших последних выставок двигателя 96 в Москве. Очень солидная выставка. Двигатель строения страны было представлено очень сильно. В том, что и руководитель строения. Ну, вот с этим руководителем вместе работали в Гео. У нас было пять человек. Да, это было уже достаточно давно, да. С Виктором Константиновичем. Да, с Виктором Константиновичем. Очень интересная фотография. Старая знакомая, хорошая. Фотография осталась после визита в Самару президента Симатрона, ныне Юли. Виктором Константиновичем, как мы узнали. Да, видите, Симатрон на двигателе. То есть в Самаре система признана. Там много рабочих мест по технологической цепочке. И КБ, и производстве. Ну и так далее. А это то, что оставляют наши пользователи. Понятно. То есть, как видите, он вооружен хорошо материалами, рекламными, техническими. И, конечно. И сапогами. Это представитель Анну Владимировну, Анну Артемовну. Переборщик наш первый. Смотрите. Я слышал. Тоже хорошо. Ну конечно. А как же иначе? Конечно. Долго. Я понимаю, Иван сейчас помогает нам тоже готовиться к семинару. Но сейчас все, так скажем, люди сориентированы на это. Главное, это свои события наши. Независимо от того. У вас семинары примерно с какой частотой происходят? Примерно раза два-три, наверное, вот, да? Такого вот. Такого семинара. Значит, каждый месяц мы должны проводить какое-то крупное мероприятие. У нас такой план. Это либо выставка, типа Транстек, типа ИНОВИКО. И один крупный семинар где-то в регионе. Значит. В Санкт-Петербурге мы стараемся сделать такие специализированные семинары по новым технологиям. Например, на осень запланированный семинар по EDM, PDM. Такие новые, так сказать, понятия. Но это АСУ, это СТПП из этой серии. Значит. По системам, по технологиям быстрого там моделирования при спорах планированных семинар и так далее. То есть каждый месяц. Ну они как бы специализированные такие уже, да? Вот. У каждой CAD CAM системы критерий это формула 1. То есть показатель на Симатроне тоже сделана. Одна из машин. Я знаю. Для какой фирмы это? Это команда Минарти. Да, Алексей? Команда Минарти. Понятно. Да, это Крест. Это очень сложно. Вы эти узнаете? Ну конечно, да. Это чьё вообще произошло? Металлический завод. Похоже на металлическое завод. А это или Самара или Казань. Это завод Климова. Завод Климова, да? Завод Климова. Завод Климова. Ну вот такая же она на Калитарском заводе. Очень похожа. Вот они её хотят. Именно у типа такого что-то обрабатывать. Я недавно с главным жизнём присутствовал. Собирается. Вот это интересный проект «Динами». Интересно тем, что во всей цепочке применялась наша система. Начинаем с картонной модели, когда на предварительной машине были сняты поверхности, точки и так далее, а потом на координатах. Потом уже началось моделирование «Сематроне» по поверхностям, моделирование оснастки, её изготовление и производство. Это проект, значит, такой прогулочный вариант. Вот автомобиль, он продан в одну из стран. Да. Делали её в Москве. То есть это реальная работа. И вот я вижу по локатам у Алексея Борисовича, так сказать, он сейчас с «Семографией» начинает более сильно работать, поскольку русские «Самоцветы» приобрели. «Семография» — это… Это специализированная каткам для такого объёмного гравирования. Она может работать вместе с «Сематроном» отдельно, различные, значит, шкалы, панели, барельефы, медали, гривные изделия и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, для гравирования. Объёмная обработка. Да, объёмная обработка. Значит, есть ряд предприятий, которые очень заинтересованы в наличии таких систем, в частности монетный двор. Часто стал посещать, он может быть одни приобретут эту систему. Я, по крайней мере, этого хотел и убеждаю их в том, что это даст нам новые преимущества. Вот. Ну и так далее. Спасибо. Спасибо. Всегда. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Да, да. Произвольте сейчас не обойтись. Я смотрю, у Вас и… У Вас и помещение, это какой-то из старого фонда. Но Вы его приводите постепенно в порядок, да? Да. Каждый квартал есть такой план по, скажем, реконструкции, реставрации и улучшению. Потому что, в общем, работает очень много. Здесь мы были уже, заходили, да? Здесь мы были, да? в наш комнату посмотрим еще. Друзья. 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 Друзья, секундочку. Друзья. 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 Рабочую станцию мы сейчас тоже вывозим, видимо, на выставке. Ну вот, здесь все рабочая станция. Здесь у вас еще есть конференц-зал или как он? Конференц-зал у вас будет на третьем этаже, он еще пока не готов. Так, теперь у нас в этом. А, это вот матриц-зал. Поскольку активность достаточно большая, у вас диапазон, если возможно, они не работают на разных компьютерах, на рево-чешениях, используя наш период. У нас, конечно, работают много. Вы завестите в период Борисовича. Это техническое обеспечение. Это период тоже очень много работы, я считаю, это ответственность за функционирование нашей, в обслуживании покупателей. Понятно. Я смотрю, где основные вопросы. Хорошо, тогда я перезвоню. И еще, наверное, и у кого-то, и у кого-то, и у кого-то. Да, да. Я бывший аспортник, а так, тут точно не конкурс. Я был студентом, я был. Потом был у Кавказ. Сергей Юрьевич, студентом у Литвова. Как вы, если по-другому, потом нас. А Кирилл и Алексей, мы заканчиваем. А Кирилл и Алексей, мы заканчиваем в один год, кажется. Можно даже в один год. Да. Да. Но это мой представитель здесь хорошо. Да. Но не только Литвова. Да. Технический. Да. Да. Вот. Еще одна интереса. Я могу рассказать, наши планы здесь, если мы не дадим. Потому что, друзья, мы у нас. Да. Здравствуйте. Мы должны у нас. Насеклозочка. Значит, это новое направление. В работе нашей фирмы. Да. Значит, это электротехническая продукция фирмы Райхл. Да. Значит, технологии. Это тоже техническая обеспечения. Значит, Вадим Викторович Кокотков. Техника по маркетингу этого направления. Значит, фирмы Райхл. И ничего заместительного. Ну, я не знаю. Вадим, несколько слов. Спасибо. Василий Александрович Кокотков. Спасибо. Незнакомый еще. Да, да. Незнакомый. У нас первый раз знакомый. Незнакомый. Да. Значит, в принципе, Райхл – это достаточно большая компанция, которая в своем время, в 57-м году, открыла эффект радиационной расфикации пластика. Главное, что дает радиационную конфигурацию – это два эффекта. Это более устойчивый к механическим и химическим нагрузкам пластик. В результате можно получить провод и кабель вместо такого пачка обычного провода. Вот так. Понятно. Вес, размер, устойчивость к химически активным средам, в принципе, температура, то есть устойчивость ко всем физическим факторам воздействия. Второй эффект, который достигается в моем случае – это эффект памяти формы. Вот, можно ли? Да, это новое направление, довольно-таки известное, да? Да. В растянутом виде. Да, понял я уже. После того, как она нагрета, она садится… Это за счет покрытия, я так понимаю, все-таки, да? Там покрытия специальная. Нет, нет. Идет отливка. Ну это какой материал? Это пластик, да? То есть материалов очень много. Пластик, он облучается, прогревает, разогревается до мягкого состояния, растягивается. После этого он в растянутом виде, так он может лежать сколько угодно на складе, и после того, как он снова будет нагреть, он усядет до своей оригинальной формы. Понятно. За счет этого, собственно, технологии, это связанные с с камерным хозяйством, которое ориентируется на продукцию, которая требует того, чтобы камень стоял в каких-то особых условиях. Спасибо. Выключите секундочку. Да, давайте. Мы, Александр Ильич, переместились мы на третий этаж? Да. Вот в другое направление. Структивное проектирование, но в архитектуре, строительстве здания. А свет включить можно? Да. Да. Здесь у нас, наверное, кабинет Морис Арк. Сейчас она уехала на выставку Графикон. Частично принимаем участие. Ясно. Да. Это система Арк, да? Арк Плюс. Одна из лучших мировых систем. Очень популярная. А это продукты… А в стране тоже Симатрон или… Нет, не Симатрон, это другая фирма. А в центре Кумар, чем-то, это принципиально. Это… Это… А в центре Кумар, сэкспортером. Понятно. Да. А в центре Кумар. А в центре Кумар, сэкспортером… Чтобы… С первого сентября начать уже учебный процесс на этой системе. Прямо… Прямо… Ну, обязательно надо работать с университетами. И вот и по Симатрону, и по этой системе. Потому что… Проблема подготовки персонала, трата в канал. Всегда. Ну, вот еще одно… Возвращение… Вы пока еще, я так понимаю, обживаете, да? Ну, обживаем. Это вот отдел документации, отдел рекламы. Алексей Юрьевич обозглавляет это направление. Значит, большая проблема, конечно, большие затраты у нас на подготовку русского языка, русского языка, большая документация для нашей системы. Но это необходимо. Не все, как говорится, знают английский язык. И то, что есть документация на русском языке, ускоряет внедрение системы, облегчает работу и так далее. Вот обеспечение выставок материалами. Все это у вас новое направление, оно еще и пока развивающееся. Потому что… Ну, я смотрю уже, тем не менее, уже все на таком и солидном уровне. Солидно. Документация… Не знаю, есть ли здесь пример? Документация на русском языке. Вот один из последних томов обработка числовой программой управления. То есть это уже на русский язык переведено? Да, на русский язык. Намного проще. Да, причем мы оставляем в документации как… И английский, да. …команду на английском языке, так и на русском. Потому что есть возможность и работать на русском языке, то есть переключить интерфейс на русский язык. Ну, как правило, все работают на английском. Я знаю, да, что наши многие общие пользователи, они к английскому привыкают и даже лучше работают на английском языке, чем… А это уже, своего рода, таким международным стандартом становится у проектов. Поэтому… Совершенно верно. Ну, начать бывает полезно с русского, да. Чтобы отличиться, да. Вот, очень для нас важная, так сказать, эта комната, этот отдел, да. Ну, вот, я знаю. В общем-то, пока есть. Да? Да.